Невзоров Александр Глебович говорит об этом. Спасибо, милый йогурт. Начало крушения. Даже если тебя затопчут, добьют и посадят, ты все равно победил, сделав очень много для всей этой несчастной страны. Теперь даже самые тупые поймут цену к приторным забываниям РПЦ о любви и духовности. Ну вот, новый поворот, и мотор ревет. Вереть птиц и писали, Вереть звезд коснулся крышь, Час грусти и печали, Вереть голос мой цвет и А что меня возмутило? Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу. И делают ее лучше, чем я. Я думаю, что для всех православных, а для нас особенно, наступили особые дни, вот сейчас конкретно. Это действительно большое испытание для каждого верующего человека. Чтобы патриарх высказал свое мнение, потому что идет раскол, в том числе в среде православных, то есть здесь много православных людей. Вот. И этот раскол, он просто на лицо. Надо его преодолеть через то, чтобы принять законность этих действий. Они почему-то вдруг с какой-то минуты перестали скрывать, что им любой ценой нужна недвижимость, торговые точки, и что ради этого они пойдут на все. И, то есть, может быть, действительно перенести в какое-то другое место, и там ваше слово, ваших коллег, оно будет... Я с этим согласен. Сейчас не все говорят, а многие говорят, мы православные, но мы против храма. А какие вы православные? Что такое храм? Храм – дом Божий. Вы против Божьего дома? Вы против престола Божия? Кто за храм? Это мы! Мы! Просто прислушайтесь, и я уверен, что большинство, если будет найдено место какое-то, да, действительно, вот, все скажут, то люди сами выйдут, вот те, которые здесь сегодня... Вы верите в эти слова. Я сам выйду. Я сам выйду. Я сам выйду. Вот я в это верю, понимаете? Вы понимаете, вы силу моей веры ощущаете? Я в это верю. К сожалению, нет. Вы очень хороший человек. Очень хороший человек. Я просто маленькое пророчество говорю, которое сбудется, но для этого нужно немножко потерпеть. Почему вы за нас решаете? Или кто-то из вас, из матерей, родит священника, а потом уже будет других священников. И тогда этот священник, который будет вашим сыном или внуком, он будет служить в этом храме, поэтому тогда и ваша мечта осуществится. Скажите, а зачем он вам здесь, этот храм? Он нужен будет вашим детям и вашим внукам. А вы только мнете... Почему вы так решаете? Почему вы даже детей решаете? Мы же не обязаны чаяния всех людей. Глухие телефончики православия никак не относятся к мнению вообще жителей. Инициатива строительства храма, которые получили законное разрешение. Законное разрешение получили от кого? Ну, от министерства строительства. Каким способом? Да, это сейчас расскажет судьба сквера, которая не помогает решению реальности. Поэтому я полагаю, что было бы здорово, если бы выбрали какое-то место в городе, где плохо. То есть идти не туда, где и без нас хорошо, а идти туда, где даже с нами плохо. И сказать, давайте-ка начнем почти с нуля. Трущобы расселим, метро проведем, дороги заасфальтируем, скоростные трамвайщики или что-то пустим, построим современную поликлинику, современную школу, а в центре этого великолепия. Пусть будет прекрасный храм. Нас не слышат, потому что на нас всем все равно. Нам не нравится этот проект. Нам не нравится эта стройка здесь. Ребенок сказала. У нас что, церквей мало, что ли? Мало. Мало? Да, конечно, вы досунули все. Вы на визе восстановите, на ботаники поставьте. А вы мнение Кураева знаете, он высказал сегодня. И тот сегодня человек в городе, который заявляет, что он православный, он против храма святой Екатерины в том или ином месте, нет ему места в этом доме Божием. А вы знаете, что Христос сказал? Они решили твердо культовое здание посадить на самое вкусное место Екатеринбурга. И это ведь чисто коммерческий проект, это бизнес, это торговая точка в первую очередь. Они полностью избавляют страну от всяких иллюзий на свой счет. Вы силу моей веры ощущаете? К сожалению, нет. Вы очень хороший человек. А я вам докладываю, смиренно, понимаете, что, не додумываясь. Потому что это центр, и это очень выгодно. Но наступает время, когда есть либо тьма, либо свет. Либо черное, либо белое. И человек делает выбор, где он. Я за дам в шоссе, я подхожу в храм, и я спрашиваю сам себя. Вот он стоит, вот он стоит и говорит, давайте ничего делать не будем. Он был по ту сторону забора или по эту. Мне кажется, чтобы он был с этими людьми. И вот понимая это, мы, скорее всего, верующие люди должны выступать здесь против храма. Не потому, что мы против веры, а потому, что мы понимаем, что вера в нас воспитывает, потому что мы строим много храмов, потому что мы ведем работу над собой. И нам не будет сложно, если что, постоять и в храме, в давке, помолиться. Понимаете? И на улице постоять. Вы пытаетесь, да, немножко, скажем так, переводить стрелки. Зачем строить больше храмов? Может, больше заполнять другие, не только во время праздников, но и во время простых воскресных дней. Я надеюсь, вы услышите тех людей, которые собрались. Я прошу вас. Хорошо? Я их услышу, я их услышу, но я могу сказать так, что сделать так, чтобы все были довольны, чтобы все удалили отчаяние, это, в принципе, невозможно. А почему? Можно, если люди, которые недовольны, увидят, что это ваше чувство? Я объясню, почему. Вы ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Я понимаю, как бы, сам верующий, но, в России, это как-то не то. Но, скажите, а почему наши... Я считаю, что это то. Вы имеете право на свое мнение. Я полностью с ним не согласен. Сегодня собрались. Спасибо. Что все мы здесь сегодня собрались. Попробуем. Попробуем. Я считаю, что он не сооружен, не целесообразен. Ваше премьер-муж! 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 Что не должен проводиться? Вопрос в том, что в России не спрашивают. Это слишком дорого. Это слишком дорого? Это абсолютно дорого. По строению, мне кажется, очень дорого. Давайте у народа спрашивать не будем, потому что это дорого. Но это же вот... Премьер-муж! 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 Ваша задача, ЦРП, это примерять людей. а не сеете рознь, а вот это называется рознь, и вы способствуете розни, вы на розни строите храм. Я все целовал за то, что в Екатеринбурге появился храм Святой Екатерины. Вопрос только в том, что он должен быть местом мира и символом мира, а не точкой раздора. Не слушает никого. Господь говорит, с утра раннего я посылал к вам пророков. Одних убили, голову пробили, но это притча про виноградари, это же самое говорит. На этом событии мы можем заглянуть чуть-чуть за то, что есть. Меня спрашивают, а как вы относитесь со скорбью и печалью, а то, что народ вообще у них никто, никак. Иван Морозов, где-то вечерние ведомости. Наверное, сейчас вся страна следит за событиями в Екатеринбурге, где уже третий день происходит противостояние жителей и сотрудников ОМОНа. Жители протестуют против строительства храма на берегу городского пруда, на территории сквера. Сквер собираются... Протестуют против чего? Против строительства храма на берегу пруда, на территории сквера. Они безбожники? Нет. Нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok